Друзья, привет! Сегодня мы приготовим с вами три чудесных, совершеннолетних напитка. Это будет холодный кофе для жарких дней и два рецепта освежающего лимонада. Лично я практически не пью летом горячие напитки, мне хочется только холодные. Ну что, давайте начнем с лимонада из щавеля. Берем свежий щавель, хорошенько его промываем и складываем в большую кастрюлю. Добавляем в кастрюлю с щавелем сахар, можно использовать белый сахар или коричневый, у меня здесь самый обычный белый. Наливаем немного водички, воды должно быть меньше, чем сахара, обратите на это, пожалуйста, внимание. И ставим кастрюлю с щавелем на медленный огонь. Варим все это дело примерно 20 минут, периодически перемешиваем. Получается, что мы варим с вами сироп из сахара щавеля и воды. Уже сироп сам по себе будет очень вкусным, и я уверена, что он вам понравится. И вы сможете использовать его для каких-то других рецептов, не обязательно для лимонада. Но лимонад из щавеля один из моих самых любимых, потому что он получается свежающий, кисленький и совсем немножко сладкий. Все как я люблю. Посмотрите, как выглядит готовый сироп. Здесь уже сироп сварился, мы выключаем огонь и остужаем сироп до комнатной температуры. Можно кастрюлю накрыть крышкой, можно оставить просто так. Здесь смотрите, как вам больше нравится. Я захотела, чтобы сироп у меня побольше настоялся, поэтому накрыла кастрюлю крышкой. Но так он остывает, конечно же, подольше. После того, как сироп остынет до комнатной температуры, его нужно сразу же процедить через мелкое сито или через мелкий-мелкий дуршлаг. Нам нужно оставить весь сироп и избавиться от листьев. В принципе, вы можете процеживать еще горячий сироп и тогда оставьте его остывать до комнатной температуры отдельно. Потом такой сироп можно убрать в холодильник. Кстати, можно сделать заготовку сиропа заранее и хранить ее в холодильнике и готовить лимонад тогда, когда вам захочется. Это очень и очень удобно. Смотрите, какой сироп у нас получился. Теперь нам нужно выжать сок из лимона. В принципе, вы можете использовать уже готовый лимонный сок, но я обычно пользуюсь вот такой вот штукой, соковыжималкой для цитрусовых. Выжимаем сок из лимонов и добавляем его в наш сироп. Затем наливаем туда немножко водички, ну как немножко, так чтобы получился лимонад. Воду можно использовать обычную или можно взять газированную. Все это хорошенько перемешиваем и разливаем по красивым графинам или кувшинам. Или можно сразу разлить по бокалам. Такой лимонад, конечно же, лучше пить холодным или добавить в стаканы кубики льда. Для всех любителей щавеля обязательно попробуйте приготовить лимонад по такому рецепту. Вам понравится 100%. А мы переходим к следующему рецепту, и это у нас клубничный лимонад. Для лимонады из клубники нам понадобится много-много мяты. Я нарвала мяту у дедушки на даче, вот такая вот прекрасная и освежающая, просто обожаю мяту. И еще, конечно же, нам понадобится сама клубника. На этом видео я готовила лимонад прямо у дедушки на даче, поэтому условия здесь, можно сказать, походные. Берем ягоду и отделяем от нее хвостики. Хвостики нам здесь точно не понадобятся. Затем ягоды хорошенько промываем от земли. Теперь берем лимон и режем его на кружочки. С мятой делать ничего не нужно, можно ее только сполоснуть тоже, чтобы на ней не было никаких ручков земли. И, если хотите, можно отделить листочки от степлей. Но я обычно использую мяту целиком. Теперь нам понадобится какая-то емкость, в которой мы будем готовить лимонад. У меня здесь оказался стеклянный кувшин, поэтому складываем в кувшин ягодки и слегка разминаем их ложкой. Можно воспользоваться ступкой или толкушкой. Если вдруг у вас под рукой есть блендер на даче, то обязательно воспользуйтесь им. Нам нужно получить ягодное пюре. Ягодки размяли. Теперь добавляем в кувшин лимон. Туда же кидаем мяту и заливаем все это дело водой. Я думаю, что лучше всего для клубничного лимонада брать газированную воду. Но здесь тоже смотрите, как вам больше нравится. Наш клубничный лимонад уже готов. Теперь ему надо дать немножко настояться, хотя бы минут 10-20, лучше всего в холодильнике. И потом разливаем наш лимонад по бокалам и наслаждаемся. Он очень вкусный, невероятно освежающий, домашний. И здесь нет абсолютно никакой химии. Ну, а теперь переходим к холодному кофе. Я люблю пить кофе по утрам, хотя не могу назвать тебя кофеманом. Но летом в жару пить кофе это какое-то наказание. Поэтому я придумала, как сделать кофе холодным в домашних условиях. Сначала нам нужно сварить кофе обычным способом. Я это делаю в кофеварке. Вы можете использовать турку или кофемашину так, как вы привыкли делать, так и делайте. Дальше наливаем еще горячий кофе в стакан. И если вы любите сладкий напиток, сразу же его осластим. И хорошенько перемешиваем до растворения сахара. Затем переливаем кофе в стакан с носиком. У меня был вот такой вот мерный стакан. Кофе предварительно можно остудить. Точнее даже не можно, а нужно остудить. И дальше просто разливаем кофе в формочки для льда. Можно использовать пластиковые, силиконовые, любые. Абсолютно можно даже взять одноразовые формочки, которые делаются из пыли этилена. Разливаем кофе по формочкам и убираем в морозилку. Я обычно ставлю варить кофе на ночь. Все это делаю с вечера и утром уже наслаждаюсь холодным напитком, потому что за ночь лед успевает замерзнуть. Вот такой кофейный лед у нас в итоге получается. Теперь смотрите, что мы делаем дальше. Берем стакан, из которого будем пить кофе. Можно взять красивый стеклянный бокал, например, для лимонада. Складываем в него кофейный лед и просто заливаем молоком. Холодным молоком. Затем, например, идем умываться, чистить зубы и даем кофе постоять примерно 5 минут при комнатной температуре. Кофейный лед начинает таять и отдавать вкус молоку. И получается у нас такой прекрасный кофейный напиток, кофейно-молочный напиток, абсолютно холодный, как раз самое то для летней жары. Приятного вам аппетита!